Добрый день, дорогие друзья! В эфире программа «Якутск сегодня» за режиссерским пультом Екатерина Голикова и Михаил Эверстов, у микрофона ведущая Сергея Ивановна Антонова. Сегодня, 2 декабря, Всемирный день компьютерной грамотности. Придумали его в Индии в 2001 году в компании, которая занималась разработкой программного обеспечения и IT-консалтинга. Изначально праздник задумался как возможность привлечь внимание к 20-летию компании, однако День компьютерной грамотности как-то неожиданно обрел популярность, и в том числе за пределами Индии. Как нетрудно догадаться, главной целью праздника является, конечно же, повышение компьютерной грамотности населения, развитие качества IT-образования. И, кроме того, он привлекает внимание к важности доступа к современным технологиям, ведь на сегодняшний день это один из показателей качества нашей жизни. Насколько мы готовы к цифровому будущему? Как надо готовить и обучать людей компьютерной грамотности? Каковы успехи в этой работе и что еще предстоит сделать? Ответы на эти и другие вопросы мы получим сегодня у наших собеседников. Итак, это ректор Малой Академии Наук Нашей Республики, руководитель регионального центра выявлений и поддержки одаренных детей Якутии Василий Климович Павлов. Добрый день. Добрый день. И ученик 11 класса Республиканского лицея-интерната Андрей Кузьмин. Здравствуйте. Здравствуйте. Дорогие друзья, наша программа выходит одновременно на телевизионном и радиоканале НВК САХА. Мы работаем в прямом эфире. Телефоны нашей студии 32 0066 и 32 1166. Ну что же, а начать наш разговор мне хотелось бы с удивительного факта в том, что гость нашей студии имеет отношение к созданию сегодняшнего праздника Всемирного дня компьютерной грамотности. Итак, Василий Климович, расскажите, пожалуйста, каким образом? Да. Ну, значит, все это случилось довольно интересно. Дело в том, что в 99-м году и потом последующем я был долгое время еще, значит, помощником нашего первого президента Михаила Ефимовича Николаева. И большие у нас были такие планы и проекты по созданию, значит, интернет-сообществ здесь, возможности, значит, использования мобильной телефонии и прочее. Создание вообще интернета в 99-м году это уже началось более-менее у нас с помощью САХА-телекома. Это были такие маленькие шажки, но потом они стали все время убыстряться. И также мы, очень интересно даже вспомнить, самим вот Арсеном Томским тогда создавали еще ассоциацию, вот как раз связанную с интернет-технологиями и прочими, да, так сказать, это попытка поднять общественное внимание к новым развивающимся индустриям. Да, и в 2001 году я уже тогда после, значит, президентства Михаила Ефимовича Николаева ушел в бизнес и как раз занимался, работал в Индии с разными интернет-компаниями в Индии, да, так сказать, телекоммуникационными компаниями. Одной из них была, значит, DDI, так называемая, Distinctive Devices Incorporated, и с нами очень хорошие близкие отношения были с Шрифт Нодаром. Это очень известный предприниматель в Индии, который один из основателей NIIT, компании Limited, которая представляла собой, на самом-то деле она и сейчас существует, это такая большая компания по тренингу, по обучению компьютерным технологиям, как раз, да, большого количества людей, студентов и прочее, они этим давно занимаются. Но Индия, она сама по себе стала таким центром интересных таких бизнесов. Например, в 80-е годы, 90-е, было такое активное направление колл-центры, то есть в Англии, например, я в 80-е годы, значит, 90-е, я был в Англии, и в это время, значит, колл-центры, они стали таким уже хайпом, да, так сказать, и это все находилось в Индии. А потом, в конце 90-х уже появились такие очень мощные, значит, телекоммуникационные компании и также компании, связанные с информационными технологиями. И вот как раз данная компания именно по направлению развития тренинга компьютерного и прочее занималась уже, она была создана в 81-м году, как раз вот помогал развить Шрифнадар, очень интересный такой предприниматель, филантроп, миллиардер индийский, да, так сказать, и стамил надой человек, который вырос в какой-то деревне, да, так сказать, он из самого бедного, бедной касты индийской, да, и вышел в люди, там создал невероятную компанию свою, да, так сказать, HSC, HCL, да, так сказать, Technologies и прочее. И вот он также основал вот эту, значит, организацию образовательную на самом-то деле. И вот тогда собирались, да, тогда собирались отмечать 20-летие, и там большое количество людей, и мы нас всех там собрали, и долго там думали, что же, как же праздновать вот это все событие, да, так сказать. И много было предложений, потом сказали, давайте сделаем так, вот создадим, вот назовем этот день днем компьютерной грамотности, да, потому что как раз она связана с образовательным характером той компании, с которой вот как раз NTI занималась, да, так сказать, той деятельностью. Ну и вот тогда создали. Это все происходило в городе Гурчион, где-то вот 30-40 километров от Нью-Тели, да, в штате Харьяна. Это такой, пытались тогда создать власти штата хаб для новых технологий, новых индустрий. И сейчас, я так думаю, там больше, огромное количество компаний, да, свыше 150, которые в Орбовском списке, компаний, связанных с информационными технологиями, как раз там находятся, да, так сказать. Это такой нереальный город, там тысячи небоскребов и прочее, да, так сказать. Ну это пытались создать новую версию Нью-Дели, да, так сказать. Ну сам Нью-Дели очень загружен, а тут как бы Гурчион новый город, да, спутник. Вот так все это возникло в начале. Так интересно, да. Но благодаря именно вот этой компании мы имеем сегодня такой праздник, как Всемирный день компьютерной грамотности, да. Знаете, что Индия же, она огромная страна, миллиарды людей, много людей не очень образованных, да, и попытка была таким образом поднять на высокий уровень вообще, как бы, индустрии, технологии, экономики Индии. Вот попытка такая. Давайте вот просто, наверное, в двух словах объясним, что мы подразумеваем, когда говорим вот о компьютерной цифровой грамотности. Да, ну вот в моем понимании это эффективное использование технологий, связанных вот компьютерных технологий. Это очень просто, да, так сказать. Что вы думаете, Андрей? Ну да, на самом деле в данное время эффективно использовать компьютеры очень важно, потому что компьютеры уже полностью входят в нашу жизнь, и представить жизнь без компьютеров очень сложно. А каков уровень компьютерной грамотности у россиян и, может быть, у нас республики? Да, я могу сказать тут свое мнение, да, так сказать. И, в общем-то, есть буквально статистические исследования ОСИДИ. Это двадцатка самых высокоразвитых экономических стран, и в этой статистической подборке Россия занимает очень высокое место. Дело в том, что новые технологии уже давно вошли в обиход и в нашу индустриальную жизнь нашей страны, и особенно информационные технологии, компьютерные технологии. В этой части Россия всегда вот в последние годы очень впереди всей страны, всех стран мира фактически, да, кстати, особенно что связано с финансовыми технологиями. Тут уже люди везде используют компьютерные технологии для того, чтобы улучшить и, как говорится, свое финансовое состояние, возможности использовать тех вот тех инструментов, которые в этой области имеются. А что касается нашей республики? Ну, нашей республики, мы же пытаемся создать здесь такое цифровое общество, очень продвинутое. Это вот идея такая действительно очень важная, потому что, будучи страной, республикой, которая находится очень далеко от основного центра, да, так сказать, нашей федерации Москвы и прочее, для нас очень важно развивать такие индустрии, которые связаны с теми индустриями, которые нивелируют проблему территорий, да, расстояний. И если, значит, мы сможем таким образом преодолеть наши, как говорится, минусы нашего местоположения, да, так сказать, и каким-то образом снизить, да, и, может быть, даже превратить это в плюс, для нас очень важно развивать такие технологии, связанные с компьютерными именно технологиями, информационными технологиями. Это для нас самый такой, ну, успешный, наверное, и удачный путь развития будет. Такой интересный вопрос, как вы считаете, вообще, с какого возраста нужно начинать компьютерная грамотность? Ну, вот, может сказать наш друг Андрей, да, пожалуйста. Как подрастающее поколение. Ну, я начал лично заниматься, ну, компьютерами, да, уже с детства, уже начиная вот с телефонов, когда мне подарили его где-то в классе третьем, я начал пользоваться уже, вливаться в эту вот информационную сферу, использовать телефон постоянно, использовать компьютеры, и, ну, когда, ну, чем больше опыта, тем больше знаний, да, то есть, чем больше пользуешься, тем больше понимаешь вот это всё это, и это становится более интересным. Вот, и поэтому, на самом деле, я очень рад, что я начал, ну, что я живу в этом веке информационных технологий, потому что, ну, это очень интересно смотреть, наблюдать за этим. Ну, а если ребёнок, например, испытывает интерес к компьютеру и всему, что с ним связано, да, то нужно ли его ограничивать, может быть, да, боясь, что он проводит слишком много времени у экрана? Ваше мнение? Наша проблема заключается в том, это уже исследование наших, значит, специалистов по психологии детского развития, это то, что мы мало очень общаемся с нашими детьми, и фактически их, в основном, общение детей, оно происходит только через, сейчас стало, да, так сказать, через разные гаджеты и прочее, с большим миром, и, к сожалению, родители в этом мало принимают участия, и, получается, дети действительно, как бы, предоставлены самим себе. И это очень печальная тема, но я думаю, что сами ребята, занимаясь вот как раз исследованием мира окружающего через эти гаджеты и прочее, могут найти как раз очень себе полезное и прочее, и поэтому мы не должны ограничивать, а наоборот попытаться с помощью наших родителей дать вот эту возможность вместе исследовать, да, так сказать, окружающий мир. Вот я бы призвал родителей активно принимать участие в этом, да, и быть помощниками, быть даже, значит, ну, как говорится, коллегами по исследованию мира через всякие разные компьютерные технологии, которые существуют. Хорошо, и у нас сегодня в студии, как мы говорили, ученик 11 класса Республиканского лицея-интерната. Я знаю, что ты входишь в десятку лучших в международном конкурсе машинного программирования. Немножко расскажи о себе. Я ученик Республиканского лицея-интерната, учусь сейчас в 11 классе. Я участвовала в последнее время, ну, как раз вы сказали, в Международной олимпиаде Тюринга. Не знаю, что еще рассказать. Ну, мне хотелось бы знать твое мнение, что вообще дает постижение секретов программирования вот лично для тебя, да, это способность понимать новые технологии, открывать их возможности или что-то еще? Ну, на самом деле программирование вот это все, да, оно, ну, разные языки программирования они очень близко связаны друг с другом, то есть все строится на алгоритмах. Если ты знаешь один язык программирования, ты очень легко сможешь выучить другой, если ты проводя параллели. Соответственно, все технологии, да, информационные, ну, большинство из них, очень понятны, потому что они все используют алгоритмы. Если ты имеешь хоть какой-то опыт работы с алгоритмами, то ты будешь понимать все, что устроено с алгоритмами, как-то так. Хорошо. Дорогие друзья, сейчас мы прервемся на небольшую рекламную паузу, после чего вновь продолжим наш разговор. И сегодня мы говорим о Всемирном дне компьютерной грамотности, как надо обучать людей, насколько мы готовы к цифровому будущему. Впереди у нас реклама, оставайтесь с нами. Программа «Якутская сегодня». Дорогие друзья, мы продолжаем нашу программу. Сегодня во Всемирный день компьютерной грамотности мы говорим о том, насколько мы готовы к цифровому будущему. Как надо готовить и обучать людей компьютерной грамотности, какова польза интернета для аудитории 50+, как он меняет и улучшает жизнь пенсионеров. Напоминаем, что наша программа выходит одновременно на телевизионном и радиоканале НВК САХА. Мы работаем в прямом эфире. Телефоны нашей студии 32 00 66 32 11 66. Ну что же, я продолжаю говорить с Василием Климовичем. И хотелось бы спросить, так как Малая Академия Наук в лице регионального оператора имеет прямое отношение к этому празднику и целый год, конечно же, проводит разные мероприятия в этом направлении, каковы успехи? Да. Наши дети очень активно участвуют в разных международных конкурсах, как вы видите, да, вот как раз конкурс Тьюринга у нас был. Также у нас очень хорошая программа была с Тайваньским национальным университетом по квантовому компьютингу, то есть использование уже квантовых компьютеров. Дети наши показали удивительно хорошие результаты. Это, я считаю, таким тоже достижением. Но всегда по программированию у нас происходят так называемые хакатоны и прочее, да, так сказать, мы в таком геймовом варианте, да, так сказать, игровом варианте это все развиваем особенно. Но для нас очень важно также начать развитие как раз с очень раннего возраста. Это для нас очень важно. И мы как раз хотим увидеть вот возможности для наших детей развивать эти возможности именно использованием таких, значит, обычных технологий, да, которые образовательные, называется Raspberry Pi, да, так сказать, это очень такая открытая система, разработанная в свое время в Соединенном Королевстве, это Великобритание, да, так сказать, для того, чтобы ребята в очень раннем возрасте начали уже сами создавать свои компьютеры, уметь и общаться с технологиями простыми, обычными такими, ну, не бояться ничего, да, технологического, потому что на самом-то деле технологии становятся с вами на вы, когда вы начинаете это с очень раннего возраста. Хорошо. Я знаю, что совсем недавно у вас завершились мероприятия Всероссийского фестиваля «Наука плюс», который был как раз-таки посвящен году науки и технологий, да, и здесь был презентован новый учебно-лабораторный корпус Малой Академии Наук, да, вообще расскажите о нем, пожалуйста, и вообще, что дает оснащение центра вот такими высокотехнологичными оборудованием для выявления, для поддержки одаренных детей? Ну, в нашей стране, в России, да, сейчас идет, как вы знаете, декада детства, и одновременно очень много усилий как раз направлено на развитие детского образования, особенно такого научного, проектного, потому что сейчас уже мы знаем, что только благодаря этому может быть сделан прорыв технологический в нашей стране, и у нас создается и создана экосистема, так называемая, которая ведет сейчас образовательный центр «Сириус», который находится в Сочи, в городе Атлер, это образовательный центр фонда «Талант и успех», который как раз руководит президент нашей страны. И благодаря вот работе этого фонда, благодаря тому, что мы являемся региональным центром, работающим по модели данного центра «Сириуса», мы, значит, смогли получить так называемую субсидию «Гран» на 200 с лишним миллионов рублей на оборудование, которое мы оснастили наш учебный лабораторный корпус, это в селе Чапаево, буквально 50 километров от Якутска, и там мы создали удивительно сильный такой центр научных исследований для детей, он сейчас уже в скором времени откроется, и там невероятно сильное хорошее оснащение, особенно компьютерное, имеются свои, значит, серверные там, да, так сказать, все возможности для того, чтобы помочь детям развиваться в этом направлении, особенно у нас будут исследования, связанные с высокими технологами и космической инженерии, и тут же квантовый компьютинг тоже мы будем подключать к этому, то есть все возможности для того, чтобы быть на фронте, как говорится, на фронтире научных исследований. Ну это действительно здорово. Ну и хотелось бы услышать пожелания в связи со Всемирным днем компьютерной грамотности. Ну компьютерная грамотность, как говорится, открыта для всех, начиная с самых юных и самых старших. Я знаю, у меня есть такие родственницы, которым по 90 лет, которые умеют пользоваться интернетом, пишут там прочее, это фактически дает невероятную силу и, возможно, раскрывает людей, дает крылья для их познания, для их креативного такого экспрессии, которая очень нужна человеку. Спасибо. И как раз-таки мы в дальнейшем будем говорить на эту тему, поскольку наш следующий собеседник — преподаватель колледжа инфраструктурных технологий Северо-Восточного федерального университета, руководитель студенческого волонтерского проекта «Цифровое мобильное пространство», которое называется «Смарт ЭБе». И зовут ее Ая Васильевна Наговицына. Добрый день. Добрый день. Расскажите, пожалуйста, о своем проекте и несколько слов о колледже, о своей работе. Да. Сначала я бы хотела рассказать вообще, как пришла идея и как начался проект. Ну, как вы сказали, я преподаватель в колледже инфраструктурных технологий Северо-Восточного федерального университета. И у нас есть замечательная заведующая кафедра, Галина Юрьевна Протодиаконова. И она всегда ставит перед преподавателями такие задачи, чтобы мы развивались не только в сфере обучения, но и как люди социума, люди, которые могут участвовать в разных грантах. Мы, например, участвуем не только на семинарах, форумах. Ну, вот, соответственно, в марте она подошла к нам, говорит, что есть грант Росмолодежи, осталось там буквально три дня, чтобы подать заявку, ее заполнить, и вы участвуете. И мы начали думать, ну как, что же можно сделать? Срок был очень маленький, три дня. Да, да, всего три дня. И мы начали думать, вообще я сама очень с детства тяготела к волонтерству, я хотела бы помогать людям. И решила, что, ну, слава богу, там вот в секциях была секция волонтерства. Вот я ее выбрала, и потом думаю, так как я связана с IT, нужно волонтерство связать вместе с IT. И, наверное, каждый сталкивался с тем, что родственники, да, либо там бабушки, дедушки постоянно обращаются за помощью. Объясните, покажите, да. Да, и мы быстренько провели исследования среди наших студентов. Хотели бы они участвовать в волонтерском движении, если вот прямо оно будет перед носом. И провели исследования среди их родителей. Хотели бы они получить бесплатную помощь, чтобы научиться пользоваться смартфонами на достаточно хорошем уровне. Вот это для того, чтобы подкрепить свой проект, что есть проблема, и мы ее будем решать. В итоге мы все это смогли написать. И, ну, весь этот фестиваль, этот грант проходил в рамках фестиваля Музу Стар. Поэтому приехали эксперты из разных городов России, чтобы помогать нам писать грант. Вот из нашего колледжа выиграли два человека, этот грант. Ну, вот я по волонтерству на 200 тысяч, и мой коллега на 700 тысяч для того, чтобы сохранить культуру малочисленных народов Саха. Вот, соответственно, так проект и зародился. Хорошо, ну, давайте поговорим о целях и миссиях проекта, да, какие задачи вы поставили. Поскольку вы думали о пожилых, значит, я так понимаю, что проект направлен на волонтерскую помощь старшему поколению. Да, вот грант Росмолодежи, он, ну, вот изначально, да, назначен, чтобы повысить гражданскую и социальную активность среди молодежи. Вот, ну, мы, ну, я всегда думаю, да, о том, что нужно помогать людям, которым нужна помощь, и как раз идея проекта в том, чтобы студенты, школьники, волонтеры, они начали помогать близким своим людям, а это старшее поколение. И, ну, вообще изначально было задумано, что наши студенты будут учить своих бабушек, дедушек, соседок, и мы даже начали, вот прям перед началом гранта, несколько студентов сходили даже к соседям, мы сняли видео, как они обучались, и они были очень рады. Вот, ну, основная, конечно, миссия, чтобы повысилась еще и цифровая грамотность среди старшего поколения. Хорошо, когда и как вообще можно будет получить эту помощь, или, например, принять в ней участие, да, и вообще как с вами связаться? Я думаю, что среди наших телезрителей, радиослушателей, конечно же, есть те, кто хочет приобщиться, да, к новым знаниям, повысить свою компьютерную, цифровую грамотность. Вот, да, а когда мы выиграли экран, мы еще раз, ну, до этого приходили сюда и рассказывали о том, что вот есть такой, ну, наш, мой проект волонтерский для помощи пожилым людям, и даже был, ну, звонок, чтобы как обратиться к нам. Вот тогда мы еще этот проект не начинали, так как, ну, такой гарантии, что все скоро начнется, не было, но мы взяли контакты, и потом я открыла инстаграм-страницу на время, и туда уже пишут люди. Еще раз хотела бы повторить, что проект, он волонтерский, то есть бесплатный, мы оказываем бесплатную помощь, и по идее можно написать в инстаграме, найти Smart AB, и мы отвечаем на все сообщения. Сам проект начнется, ну, вообще идея, да, вот студенты, они должны были на новогодних выходных поехать к себе домой все по улусам и там уже обучать. Но так как были заявки именно из Якутского и многих людей, которые не связаны с нашим колледжем, конечно, мы очень этому рады и готовы, вот, наверное, с конца января начать деятельность, чтобы по заявкам помогать людям. И еще один вопрос прозвучал, куда подходить, да, то есть если есть люди с ОВЗ, как, куда им обращаться, они же не могут как бы свободно перемещаться. Поэтому если есть такие сложности, мы готовы сами прийти, помочь и как бы оказать помощь на месте. — Хорошо. Обучение компьютерной грамотности старшего поколения, я думаю, имеет какие-то вот свои особенности, что им дается труднее всего, да, это учитывалось в проекте? — Да, вот, допустим, чуть более пяти лет назад, когда пришел WhatsApp, люди, ну, не умели пользоваться WhatsApp, вот у меня мама постоянно спрашивала, как скачать, как отправить фотографию. Сейчас, слава богу, WhatsApp умеют пользоваться все. Но так как цифровые технологии постоянно развиваются, приложения становятся более функциональными, то становится чуть труднее понимать, как все это осуществить. Допустим, госуслуги, да? — Да, госуслуги, они сейчас необходимы, наверное, практически всем категориям населения. — Да, они не то, что просто упрощают, они необходимы людям, чтобы, ну, вот, пользоваться, да, услугами. И вот на госуслуги очень большой напор сделан. Также упор сделан на пользование такими современными, ну, как сказать, современным инстаграмом, да, либо сложности еще возникают с туги с синдрайвером, как заказать такси. Вот, ну, такие бытовые приложения еще есть для того, чтобы облегчить жизнь. — Хорошо, вот в результате пройденного обучения наше старшее поколение уже сможет, например, заходить на основные, например, сайты, да, поисковые, на госуслуги и так далее? — Да, а вот изначально было задумано, что мы разработаем приложение, но потом мы поняли, что разработать приложение, чтобы люди научились пользоваться приложением, такая семидвояйка игра, поэтому мы разрабатываем методический материал и краткие такие, ну, не то что конспекты, подсказки, и они будут… — Инструкции, может быть, да? — Инструкции, да, они будут. И сам упор будет идти на то, чему именно хотят обучиться люди, а не просто там базовое действие, мы это только учим, да, если есть какой-то запрос на даже неизвестное нам приложение, мы готовы сами его изучить и потом помочь. — Хорошо. Ну, в каком, через какое время начнет работать ваш проект? — Ну, вот, как я упомянула, мы планируем, чтобы к концу декабря студенты нашего колледжа смогли помогать своим близким и родным в Якутске, и, ну, при желании, то как бы с конца января. — Хорошо. Дорогие друзья, сейчас мы прервемся вновь на небольшую рекламную паузу, после чего вновь продолжим наш разговор, посвященный Всемирному дню компьютерной грамотности. отставайтесь с нами, и сегодня мы говорим о цифровых технологиях, о том, как они проникают в нашу жизнь. Дорогие друзья, мы продолжаем нашу программу, и сегодня, во Всемирный день компьютерной грамотности, мы говорим о том, насколько мы готовы к цифровому будущему, как надо готовить и обучать людей компьютерной грамотности, какова польза интернета для аудитории 50+, как он меняет и улучшает жизнь пенсионеров. Напоминаем, что наша программа выходит одновременно на телевизионном и радиоканале НВК Саха. Мы работаем в прямом эфире. Телефоны нашей студии 32 00 66 32 11 66. Пожалуйста, звоните и задавайте свои вопросы. А свой следующий вопрос я хотела бы адресовать Ае Васильевне. разработки, как мы говорили, студенческого волонтерского проекта «Цифровое мобильное пространство Smart AB». Расскажите, пожалуйста, о людях, с которыми вы работали над приложением. У вас, наверное, есть какая-то команда. На самом деле, прям такой сложившейся команды нет. Мне помогают мои коллеги тоже. Мы все связаны с IT. Но хотела бы сказать то, что мы находим себе помощников или, как сказать, компаньонов, которые будут помогать и продвигать проект. Этим летом сейчас будет столетие с основания СССР. И в 1927 году Платон Айунский написал «Великий столетний план». И практически все осуществилось. И сейчас у нас тоже в Якутии идет этот проект. Я в нем участвовала. И съездила в три северных района. И вот в городе Кобяй, в Лусе Кобяй, мы рассказывали, делились про свой опыт, как мы получили грант, как можно участвовать. И каждому Лусе всегда интересуется, как они могут тоже присоединиться к нашему проекту. И очень хотела бы благодарить Иоаннову Анну. Она руководитель IT-центра в Кобяй. Мы собираемся продвигать этот проект еще и в Кобяйском Лусе. То есть не только в городе, но и еще в Кобяйском Лусе. А вообще, каким вам видится будущее проекта? Я думаю, что как разработчику, наверное, у вас есть какие-то свои видения. Вообще, изначально мы думали о том, что нужно обучать людей не только цифровой грамотности, но и безопасности. То есть очень часто участили случаи, когда людям звонят, пишут о том, что... Телефонные мошенники появились. Мошенники, да. Поэтому сначала мы думали, что мы пойдем по этому пути, но сначала нужно базовым замы выучить. И, мне кажется, дальше проект именно пойдет в этом направлении, чтобы люди могли сохранять свою безопасность в интернете и понимали, что когда не надо будет там, ну, понимать, где мошенник, да, а где реально настоящая запись даже. Хорошо. Ладно. И еще один гость нашей студии сегодня – это директор школы третьего возраста Пелагея Юрьевна Придезникова. Добрый день. Добрый день. Хорошо. Давайте немножко расскажем, прежде чем мы поведем разговор о цифровой грамотности, о том, что представляет сегодня школа третьего возраста. Ну, школа третьего возраста является общественной организацией. Она основана в 2012 году. В следующем году как раз у нас будет 10 лет в мае месяце. Основателем, автором проекта является Пахомова Наталья Николаевна, директор Республиканского комплексного центра социального обслуживания. Наш проект является просветительским. Он именно обучает вот граждан пожилого возраста именно активные жизни, чтобы они самореализовались, чтобы у них сбылись все мечты, на которые вот именно не хватало времени всегда. Когда они работали. У нас разные направления есть. Это оздоровительные, образовательные, фольклорные, декоративно-прикладные искусства. У нас есть клубы. Даже была парикмахерская до пандемии это все. И у нас вот по Федору Попову 14-6 мы работали до пандемии. У нас работало 43 кружка. Сейчас уже второй год, конечно, мы работаем только онлайн, к сожалению. Но тем не менее я знаю, что, конечно же, пожилые люди хотят научиться пользоваться интернетом, печатать, использовать в повседневной жизни те преимущества, которые дает нам, в общем-то, знание компьютера. Насколько я информирована, у вас, кстати, были еще и курсы компьютерной грамотности до пандемии. Каким образом они работали, какие знания получали пенсионеры? До пандемии у нас был кабинет, где приходили. Там были начинающие, допустим, которые вообще с нуля. Вот как нажимать кнопку, какую кнопку, и включать компьютер начинали мы. И были такие, которые вот именно продвинутые. У нас есть волонтер, который вот именно обучал бесплатно всех желающих. Мы запись ввели, была очередность даже. Ну, кабинет, конечно, был у нас маленький, поэтому... А желающих много. А желающих было всегда много, и сейчас много. Все хотят научиться вот всему новому. Пожилой человек, он, как сказать, может, любопытен даже. Он не хочет сидеть в четырёх стенах. Да, он не хочет сидеть, и чтобы, как говорится, в ногу со временем хочет идти. Это очень отрадно. Это очень важно. Ну, и для того, чтобы работать с пожилыми, проводить обучающие курсы, конечно же, нужна финансовая поддержка. И я знаю, что здесь школа третьего возраста очень активно работает в плане вот написания и выдвижения своих грантов, проектов. Да, мы каждый год участвуем в различных грантах. В этом году вот выиграли конкурс тоже на 21 год, я имею в виду. Да, и у нас есть субсидии Министерства труда и социального развития. И в 2019 году у нас тоже за безопасность тоже мы выиграли грант главы республики нашей. И везде участвуем не только вот республиканских конкурсов, но и российских. Я знаю, что вот те пенсионеры, которые уже прошли курсы компьютерной грамотности, уже стали активными участниками различных зум-занятий, курсов, которые проходят посредством этой площадки. Расскажите об этом, пожалуйста. Сейчас в условиях пандемии зум, это, наверное, своего рода глоток кислорода для пенсионеров. Да, мы когда в прошлом году начинали, мы сначала вот пандемия же как-то она неожиданно же, да, наступила. Прямо вот 18 марта всё закрываетесь, закрылись и уже начали как вот по WhatsApp работать. Работать. Видео отправляем обучение, допустим, да, и как-то у нас вот не понравилось, потому что обратной связи нету. И в мае месяце уже разработали как бы и на работе у нас как бы нас тоже это очень помогло, потому что все собрания, как сейчас называется же, да, проводились через Zoom. И мы тут же схватились за это и сразу стали вот тоже проводить занятия через Zoom. Но сначала надо было их через WhatsApp научить, как скачать приложение Zoom же. Это надо было звонить, да, это видео делать по YouTube, потом сами же вот прямо скриншоты делали, вот сюда нажимаем, так делаем, пошагово объясняли. И это трудоёмкая была, конечно, работа, и тем, которые совсем одиноко жили, рядом никого не было из молодёжи, допустим, да, им звонили прямо домой по виде связи там через WhatsApp можно же звонить. И так вот объясняли по-простому на эту кнопку, потом репетировали. И надо проводить, а самое главное, ежедневные занятия. У нас сейчас идут на Zoom-площадке вот ежедневные занятия, каждый час практически. Минимум 4 занятия, максимум 7 занятий мы проводим в день, чтобы они не забыли хронологию, вот именно хронометраж действий, чтобы как пользоваться микрофон даже, вот когда отключать, включать, видео включать, не выключать. Кто-то хочет там, чтобы его видели, кто-то не хочет же, да, вот так вот. Ага, ну а кто помогал вот пенсионерам, например, в постижении таких основ? Это были только сотрудники школы третьего возраста, либо вы привлекали волонтёров, добровольцев? Да, конечно, не только мы, а есть ещё волонтёры. У нас с нами очень долгое время дружит наш волонтёр, это Артур Пахомов. Мы ему очень благодарны, вот который год с нами работает. Он проводит у нас, вот компьютерная грамотность проводил на Фёдора Попова, и сейчас на Zoom-площадке тоже вот мобильную грамотность проводит. И телефону вот проект с нуля тоже вот в начале пандемии только, тоже он с нами начинал. И у нас заключена ещё, заключён договор с библиотекой Smart 203. И с нами там работает Кюннай Борисова, очень такая приятная тоже девочка. Мы им очень тоже благодарны. Они вот чему только не учат, да, вот всеми предложениями, как пользоваться, которые полезны именно для пожилых, вот даже и драйвер, как скачивать, как пользоваться, как заказывать такси, два гисть, да, допустим, что где у нас находится по городу, потом ещё умный транспорт, вот все приложения, которые именно пригодятся для жизни, вот это всё мы учим. Вот госуслуги обязательно же, да, сейчас очень полезное приложение, без которого... Очень необходимо для всех пенсионеров, чтобы не выходить из дома, чтобы напрямую с платформы можно было получать определённые данные. Ну и вот гость нашей студии как раз-таки, да, Ая Васильевна, у вас есть возможность прекрасная посредством нашей передачи познакомиться, и, может быть, даже на будущее тоже создать какой-то, может быть, свой проект, либо обучение, да, посредством зум-площадок для наших пенсионеров. Мне кажется, нам обязательно нужно сотрудничать. Я думаю, что во время нашего разговора, во-первых, вы познакомились, а после передачи вы меняетесь контактными данными, и, может быть, что-то из этого выйдет, да. Я слышала, что пенсионеры наши, даже несмотря на то, что они сидят дома, всё-таки успевают принимать участие в различных конкурсах, и даже не только в республиканских, но и в российских. Да. В России проводится вот чемпионат по компьютерному многоборью среди пенсионеров, ежегодно проводится. И в этом году мы, перед тем, как отправить, вот, человека туда, делаем отборочный тур свой, республиканский. И в этом году вот победитель нашего отборочного тура, Изабелла Спартаковна Белолюбская, участвовала, и она стала призёром абсолютного первенства, заняла третье место из 280 человек, которые вошли в финал, да, по России. Представляете, как хорошо. Ну вот, видите, даже ради этого стоит работать. Ну что же, сегодня, во Всемирный день компьютерной грамотности, хочется сказать, что действительно, это отличный повод освоить новые цифровые возможности. Дорогие друзья, это была программа «Якутский сегодня», её подготовила и провела редактор Сергея Антонова. Всего вам самого доброго и до свидания. Субтитры подогнал «Симон»!